Уважаемые жители Октябрьского района, мы рады вас приветствовать на встрече с депутатами Народного хурала Парламента Республики Калмыкия. Мы эти встречи проводим по графику, утвержденному Народным хуралом, и выезжаем практически ежемесячно по всем районам республики. Во-первых, нас к этому обязывает статус депутата Народного хурала, и это отражено в законе о депутатах Народного хурала. То есть связь с народом должна быть постоянной. Для чего? Для того, чтобы мы знали о ваших чаяниях, о тех проблемах, которые у нас в районах. Вместе со мной на этой встрече присутствует цимбалов Сергей Александрович, депутат Народного хурала, действующего САЗЭБа. Ну и представитель общественного движения «Наша Калмыкия» Лушеев Санал Валерьевич. Спасибо. Здравствуйте. Я хотел бы немножко расширить то, что Юра Горяевна говорила, так как она сказала, что я являюсь заместительным председателем комитета по законодательству Народного хурала. Что у нас происходит в республике? Общими словами, это разброс и шатание. А если конкретно сказать, все началось, мне кажется, с 2015 года, когда налоги отдали на откуп субъектам. В этот момент налоги задрали до максимума, и ноги позакрывались. Но это только начало было. Теперь многие перешли за пределы республики, там юрлицо открыли, а работают здесь, внутри Калмыкии. Но ноги туда оплатят. И что происходит дальше? Это как на статистическом накладывалось, накладывалось, и вот пришли к тому, что получилось. В 19-м году, когда пришел к нам Хасиков, Хасиков, у него же была программа борьбаться с коррупцией, там все такое, там все красиво, все написано было. Ну, в итоге что получается. Ставят министров, знакомых, друзей, родственников, там везде. Нету никакой прелегативы, что человек профессионален. А то, что до него это творилось, оно потихоньку на него накладывалось. Почему с 19-го года до 20-го года долг у нас вырос? Раз вырос. И вот сейчас как раз получается точка невозврата, про чрезвычайные, да? Когда взяли они 2,8 миллиарда, и у нас долг вырос 7,2. Это с учетом того, что у нас в прошлом году, когда мы в БИЗО закладывали, как бы сумма всех хватала денег, но прошло только полгода. Полгода. И денег уже нет. А нам еще полгода жизни. Это получается еще будут кредиты брать? Вопрос. Если уже сейчас получается учителям, кто уходит в отпуск, не уплачивает зарплату. Да, вот сегодня мы ездили. И это говорит о том, что неправильная вообще политика кадров. Друзья, вот вы, наверное, замечаете, смотрите новости, как быстро меняется зам и министр, все, целая карусель. Если человек приходит, он буквально 3-4 месяца, в случае полгода отработает, все, меняется. Хотя это было уставлено, друг, одноклассник. Потому что нет вообще понимания, как выстроить всю эту... выстроить кабинет министра, чтобы работал. Вот. И мы приходим к тому, что у нас ситуация в такой республике наступила патовая. непонятно, чем закончится, что будет в декабре, в ноябре месяце. Когда у нас сам министр все время на сестях докладывал, у нас бывают задержки в ноябре, в декабре, потому что там деньги, пока приходят 7 января. Ну, сейчас, если уже сейчас нет, 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 берут такие суммы, что будет в декабре, ноябре. Вопрос. Минец. Здравствуйте, уважаемые земляки. Меня зовут Букшиев Александр Валерьевич. Ну, я думаю, что мне не энторы. Многие из вас не знают. И Кабурульевском районе всех собрали у Натальевуса и все дали подпись. Независимо от того, от противной принадлежности. Например, я точно знаю, в Черноземельском районе депутат находился в больнице. После инсульта. После инсульта находился в больнице. Он уже покойный, да, Чемидо Петр Андреевич? Да, к сожалению, конечно. К сожалению, он покойный, Чемидо Петр Андреевич. И к нему просто приехали, взяли его с больницы, спустили и сказали, ну, мы же за Баку. Он говорит, а кто от коммуниста? А не коммунисты никого не выдвигают. Ну, естественно, он после инсульта поехал к Натальевску, в Троицкое его отвезли, он там подписал. Вот в Целинном районе один депутат коммунист, который заранее уже пообещал дать подпись в пользу кандидата от КПРФ. К нему приехал председатель собрания, депутат, и еще один депутат. Ну, они тогда все, честно говоря, лебезили перед Хасиковым. Тогда Хасиков только пришел, и они хотели там так прогнуться, чтобы там заработать себе определенных бонусов. И они приехали к депутату, который после операции, вот шунтирования, знаете, когда сошли, да, меняете. Он был с корсетом, вот так. И его уговорили, обманули, сказали, что можно за двоих. Подписать. А то, что будет подпись, которая была раньше, действительно, они об этом ему не сказали. Кроме этого, у нас есть депутат Манжиева Ирина, она в Экибург, с Экибургского района. Она уехала за пределы, в Анадыр, на Чукотку, она уехала работать со своим мужем, она молодая девушка, уехала работать со своим мужем. Что сделали? Они туда поехали, взяли у нее подпись там у нотариуса и приехали. Понимаете? Я туда полетел, потому что нам подписи не хватает, для нас это было важно. Я туда полетел, 9 часов туда лететь, ну, через мост, все это, ну, хоть на Камчатку съездить. Поехал туда, нашел ее с ней, она перед вами уже приехала лететь. Представляете, наверное, что вот ухищались, ухищалась власть, чтобы не допустить оппозиционного кандидата. И мы все видим то, что, мы все видели, когда нам Сырман Жиев говорил, Хасик у прямого эфира предлагал, там, давайте, останемся один на один и по чесноку, по чеснему проведем выбор. Но они этого не сделают. Все равно мы, как-то у нас удалось за Сырином районе провести нового депутата, завести по суду. Мы отбили его подпись, но одной подпись не хватило, и еще там было одно основание, но это тоже по определенным причинам, естественно, зависим от нас. Но, то есть, я хочу сказать, этим самым, я хочу вам сказать, то, что, Хасико уже изначально играл не по правилам, и эти 85%, сколько там, 80% он взял, это все лоб лошь, потому что мы, ну, как оппозиционная партия, я не люблю слово оппозиция, но представители своей определенной оппозиции мы не смогли поставить на наблюдателей по всем, по всем участкам, поскольку вы знаете, кто был кандидатами, да, спойлер. Они пошли, им было без разницы, естественно, им раздали этот муниципальный фильтр, есть, я знаю, депутатов районного звена, которые ходили и давали, вот, им звонят и говорят, так, идите вторую подрезайте за Манжику, за Вышкварка, там, за Мучаеву, вот так, и они шли. То есть, наши жители просто, говорят, приспосабливались таким образом. И что до настоящее время происходит? Ну, я думаю, что за два года, уже два, да, с лишним года, Хасик нам уже показал, что он ни к чем не способен ничего делать, но дело не в том, что здесь там уже не о профессиональных качествах идет речь, а его именно духе национального самосознания, как он относится вообще к народу, как он относится вообще к территории. Зарплату они не получают, прокуратура возбуждает дела, и то она так вяло реагирует. Я вот лично при встрече говорил этому Виталию Хрилову, молодому, главе, которого еле как протащил, за Хасиком, когда депутат не пускали его, которые разбирались в деятельности вообще, как в хозяйстве, так и в муниципальном. Они не пускали его, но Бату сказал, это эффективный менеджер, он сможет. К чему он приходит? Нет, КТК должно в Черноземельский и Кибрульский район более 300 миллионов. В Кибрульске на 3 дни 140 миллионов бюджет Черноземельского ремонта на январь было 214 миллионов. Не подают в суд? Я задавал этот вопрос на публичных слушаниях, я задавал Зайцеву вопрос, почему не подаете в суд? Зайцев сказал, да, мы будем на кредиторку снимать, они будут отвечать. Подучи мы были в КК Амсомольском, нету, никто ничего не подавал. Я сейчас не буду говорить про себя, не буду говорить про партию, но мне всегда, я говорил после как случилось на выборах у нас ВГС, я всегда очень был разочарован тем, что население нашей республики голосует вяло во-первых голосует и голосует за тех, кого не надо, наверное, у нас очень сильный страх уволят, заберут, что-то случится и все голосуют за одну и ту же партию. Я очень, я честно говорю, я разочаровался, наверное, именно на вот этом разочаровании я начал свою деятельность, что дальше пошел, дальше пошел и мы показали, мы придумали с активистами ходить к тем депутатам ЭГС, которых избрали, мы стали их показывать. Я думаю, вы все видели, посмотрите, люди не могут взять на себя ответственность и сказать, мы ходили по трапезнику задавали вопрос, они не могут сказать, я считаю, что там трапезник был, ха-ха, хорошим они говорят, 9-го сентября у нас были выборы, все говорят, мы выбрали главу Хасикова, а глава Хасикова нам сказал, нам поставил трапезник, а так, что мы из-за того, что они не имеют своего мнения, не могут сказать, я там выбрал потому-то, потому-то, потому-то. Естественно, это ответственность определенная, ты депутат, представляете, депутат не может высказаться, сказать, то же самое происходит в народном курсе, межфракционная группа работает, да, я очень рад, что межфракционные группы присоединились представители партии власти, но это действительно те люди, которые переживают за наш народ, и вот про выборы, очень часто, сейчас каждый день, вчера встречался, приехал из города Яковска, встречался с тремя парнями по очереди, встречался, разговаривал, активисты, движение «Это наш город», создали проект «Твой выбор», куда они призывают молодых, активных, всех граждан идти на выборы качественного оборудателя, то есть здесь смысл не в том, чтобы кого-то избрать, а смысл в том, чтобы провести на территории Калмыкии честный выбор. Ребята призывают, я вот, ну, с довольно-таки активными гражданами вчера разговаривал, боятся, сказать, боятся, я говорю, ну, просто видео запишите, у вас есть подписчики, может быть, из ваших кто-то придет, зачем бояться, я задаю вопрос, а тогда зачем вы там сели на этих коней, одели калмыкиские костюмы, поете там и вы не можете видео записать, молчат, ничего не говорят, здесь именно вопрос о национальном самосознании, когда мы население Калмыкии поймем, что именно вот эта площадка выбора, как акция нужно встать и проголосовать, мы уже не говорим там за меня, за КПРФ, мы говорим, сделайте честный выбор, свой, по душе, по сердцу, вот у меня желание, чтобы мы население калмыкии, мы калмыкии научились правильно выбирать достойные для себя людей, чтобы завтра не говорить, а все сделаем, значит мы достойны такой власти, вот Баба Ату говорит 85%, где эти 85%? Никто его не изучит, из депутатов ЭГС, до которых мы ходим, никто не говорит, что он хороший менеджер, а просто вот это власти, они ему подчиняются, хотя депутат не должен подчинять, один Чаевин Джангая говорит, Бату хороший мужик, и не может объяснить, что хороший, понимаете, Фортмун хотели получить льготы по полтора миллиарда рублей, чтобы не платить налоги бюджет калмы, это Венетрия электростантов, они хотели, то есть, законопроект уже был готов на сессии в декабре, о внесении, рассмотрении бюджета на 21-22-й последующий год, уже законопроект был готов к предоставлению им льгот, но нет хорошо для того, я благодарен нашему населению, то, что они нам скидывают сообщения у нас вот так, вот так, и ко мне попал этот законопроект, и все, мы опубликовали в соцсетях, начали писать, бомбить, все, все, не смогли власти его даже внести, понимаете, потому что если бы они несли, то они бы были под ударом населения, и другие активисты это раскачивают, это очень хорошо, вот это и есть работа оппозиционных сил, нас так называют, и она получилась, то есть мы не дали Павел Фордом 1,5 млрд рублей в качестве предналога в льгот, в итоге получается, кстати, с этим, по моей информации они Павел Фордом от этой идеи не отказываются, еще как-то хотят протащить, но уже так понимаю, что идут переговоры, если они где-то определенную часть социалки закроют, какие-то объекты, все это, может быть, на это пойдут, вот таким образом, вот вкратце я еще рассказал о деятельности, об основных, вот так вот, спасибо вам, спасибо, что пришли, конечно, чуть-чуть, видимо, только на начало, спасибо, если есть вопросы, можете задавать.